Запись пошла, да, пошла запись, ребята, подтверждаю. Ну, здорово. Антон, а ты знаешь, что на тебя вообще мои зрители залупились в последнее время? Да, ну нахуй. А вот всё, ты знаешь, что теперь петиция сейчас будет собираться на тему того, чтобы я тебя называл Аннетто Тошей? Да ты, Аннетто, Тоша, хорошо, я так и знал, что я поддерживаю. Поднимем руки, кто готов Антона называть Тошей. Я вот два против одного, демократия. Ну, ладно, давайте так, без петиции обойдёмся. Антон, люди возмущены прямо, что тебе не нравится, всем наоборот так нравится, что я тебя Тоша, Тоша. Да, потому что ты человек хороший. Нет, ребята, и давайте так, я вам ничего против не имею, просто знали бы вы её, знали бы вы, с какими я неприятностями столкнулся, и почему я Тоша, ну ладно. Тебе ассоциативный ряд неприятен, да, когда Тошу слышишь? Так, не то чтобы неприятен, да, но и не ласкает слух, я бы так сказал, ребята. Ничего в этом такого нету, конечно. Как тебя Люба называет, Антон? А Люба меня называет, иди кушать, чай налит, слушай, а что у нас завтра? Как-то Люба по имени меня редко называет. Я уже с тобой на эту тему с тобой говорю. Антон, у тебя что, нет какого-то прозвища нежного, семейного? Нет, у нас с этим всё плохо. Мы как-то раз попытались, вот это, знаешь, там, зайчик, это так отвратно стало, блядь. А вот я хотел спросить, чтобы мы вместо Тоша говорили вот какое-нибудь прозвище. Ой, а у меня столько прозвищ семейных на самом деле есть. Блядь, слушай, знаете, ребята, уж лучше так, чем вот дома бы меня Тошей называли. Вот это, ребят, я уже на всё согласен, кроме того, чтобы меня Люба называла Тошей, вот это уже. Антон меня Люба называет, как ещё? Нахуй это всё, а как тебя зовут, Никита? Почему без отчества, Антон? Власов, наверное, с подругами на меня говорит. А мне мама всегда говорила, типа, на батю Власов, Власов, Власов. Власов опять на лестничной площадке головой ляпнулся. Ну, слушайте, я у Кати, как-то раз мы поссорились вроде как. Ну, вот так вот прям сильно поссорились. И Катя мне 10 лет назад записала в телефонной книге Никита Гридин. Никита Гридин. И теперь я... А у меня она записана Катюша, но когда я ей звоню, у неё отображается Никита Гридин с вами. А что такого-то? У меня вот Люба... Я Любе звоню, Антон Власов написано. А когда Люба не звонит, Люба Мирнова. Антон Сергеевич. Ты бы ещё записал её, коллега с Айпорта. Люба Айпорт. Люба Айпорт. Любу Работ. Люба Работ. Балдёж, балдёж, балдёжный подкаст. Балдёж, балдёж, балдёжный подкаст. Не, ну знаете, это такая всё, это внутрисемейная штука, которая сложно как-то её проецировать на себя, на других, потому что так индивидуально всё сугубо. Это ж всё, знаете, годами работы над собой и над отношениями формируется. И это вот фишка. Это фишка. Ну слушайте, по поводу вот имён, Катю, к примеру, очень сильно раздражает, что я Машу вообще начал называть Маней. Да, а ещё я её сейчас называю Мася по-новому. У Маши отличное имя, так много всяких вариаций можно придумать. Да, но... Так а с Машей что-то не так? Катя вот, она читает огромное количество всяких этих Инстаграм-мам ебучих, блядь. И там одна из этих Инстаграм-мам говорит, что нельзя вот ребёнка называть уменьшительно-ласкательным именем. Я вот недавно был на детской площадке, и ребёнок просто не знает, как его зовут. А ты прям так хорошо показываешь, что аж бесишь или нет? Я просто последний. А как такое может быть? Очень тесно живу женщинами. Блядь, ну если меня всю жизнь называли Тоши бы, я неужели бы не понял, что я Антон? Это же бред. Ну вот, а там именно утверждается, что вот, ребёнок не знает своего имени, и, соответственно, вот... И вот, то есть, смотрите, отношения к нему соответствующие. Не как к Маше, а как к Масе. Блядь, ну я же не хожу, как в фильмы «Беспредел», типа, о, маня-маня. А знаешь, что тебе сказали бы? Тебе скажут, ну ещё бы ты так ходил, блядь. Ты же мне рассказывал, эксперимент проводили, или что-то такое было, учёные, говни мочёные. Короче, с детьми нужно разговаривать уменьшительно-ласкательно и нежно, потому что они так лучше воспринимают. Нет, что в целом, я не помню, я про такое не рассказывал, я вот единственное про уменьшительно-ласкательное помню, что это природой так заложено, чтобы, типа, уменьшительно-ласкательно мама говорила по отношению к ребёнку. Ты чё, Антон? Тром поторвал. Ну всё, ребят, поигрался, блядь. Чё такое? А я всё время с ножом играл. Порезал палец? Да, всё вот. Да, не сильно. Неа, слава богу, тряпка есть. Скотчем замотай. Вот так вот, блядь, вот так вот. Ну, слушай, Антон, я думаю, что да, пришло время, этот самый, как там, у гоблина называется эта рубрика. В цепких лапах с Антоном Власовым. Антон, расскажи об новых игрушках, которые ты нам сегодня покажешь. Ребята, убираем платочек, порезала моментально. Что хочу сказать, значит, ребята, я готовлюсь к сезону... Бля, кровь идёт, кровь идёт, ты так и кровь идёшь. Я готовлюсь к сезону лета Нива 21-213. Объясняю, что это такое. Активный отдых на природе, кофеёк, заварить там кашки, сварить. Короче говоря, на природу, правильно? И вдруг наступает зомби-апокалипсис. Нет, бак... Что ты будешь сделать, Антон? Сможешь ли ты осветить, как бы, так сказать, место, где ты находишься, потому что при зомби-апокалипсисе электричества нет? Слушай, нет, честно сказать, я вот именно в таком, как бы, ключе я не думал об этом, честно сказать. Но я готовлюсь каким образом? Я покупаю различные вещи, которые должны быть в Ниве всегда у выживальщика, да? Нет, ребят, сейчас, секунду, что-то как-то... Что-то совсем, ребят, в крови. Паш, это Антошкино видео не показывай, там всё в крови. Как же Антон себе умудрился почекать? Отличное начало. Так постоянно режешься, но у него, видимо, нож очень острый. Это как ножи Самура, блядь. Отличный подарок от дружины. Блин, я, слушай, даже я как-то случайно вот резался этим ножом Самура. Пиздец они острые, я себе кусок пальца оттягал. Он неконтролируемый острый, то есть он прямо как-то вообще... Вот им просто чуть-чуть притрагиваешься и просто реально полруки можешь себе обрезать. Я им больше не резал вообще. К разговору, да, как говорится. Значит, смотрите, во-первых, что я приобрёл. Мультитулы. Мы в прошлый раз разговаривали с вами, что за мультитулы. Вот я починил свой мультитул, который у меня был откидной. Всё, с ним окей. И я взял несколько новых мультитулов. Например, вот такая вот устройство. От Next не реклама, ребят. Просто вместо слов я вам вот что покажу. Смотрите. Жалко, Дискорд режет шум, который создаёт фонарик. А там шум есть от фонарика ещё сейчас? Ещё какой. Если вы... Ну, вам не слышно. Но тем, кто находится в лесу, будет очень хорошо слышно. Примерно 100-110. Слушай, ты вот когда говорил, там вот этот писк немножко пробрался. Я думаю, на этот писк все лоси сбегутся в лесу. Я вот тоже думаю, что этот писк, наоборот, привлечёт только... Нет, нет, он отпугивает зверей, зверят всяких вот этих вот злых. Я вижу. Да у тебя кот, у тебя кот ходит им вообще похуй. А вот он, смотри. Подожди, ему интересно стало. Кот, представляешь, какая вещь за 2000 рублей? Ну, он просто домашний. Его никто... Он любит просто, когда тут компания большая. Не пуганный, да? Нет, не пуганный вообще. Так вот, значит, Next Tool, да? Это раз, два. Если мы включаем его, то он работает как фонарь. Плюс можно кассировку луча, да, применять. Так, так. А, вы не видите, да? Он не видит? О, смотри. Нихуя. Вот так вот он. Да, потом меняем цвет фонаря. А цвет менять зачем? А, не знаю. Видимо, спектр какой-нибудь, чтобы видно было. Может, допустим, красный, да? Допустим, красный. Потом переключаем на зелёный. Кстати, тут как зелёный фонарь, да, выгляжешь? Солидно, ребята, выглядит как рептирует. Антон, вот о какой вообще обычной работе ты говоришь? Тебе нужно в магазин на Дивайн идти. Вот это интересно, ребята, да? Так вот, подождите, ещё вот такой вот есть интересный. Ну, обычный белый, да, дневной. Всё. То есть от синего, красного, зелёного и заканчиваю. Так, потом, если мы двойным нажатием переключаем, переключается в режим оповещения. Сос! Мы боимся за свою жизнь! Save ourselves! Ребята, это очень опасно. Так, плюс штатив, крепление на штатив есть. Можно использовать это и реактором. Посмотрите, какой сразу ровный цвет леса становится. И плюс ко всему, это ещё и зарядка для телефона. 2200 мАч. Откручиваем здесь, достаем. Заряжается он через этот самый... Type-C? Type-C, да. Но здесь выход обычной USB. Так? И ну, знаешь, чего не хватает? Чего? А я знаю, чего. Bluetooth-колонку ты скажешь. Есть! Вот она. Сейчас, сейчас. Ты хочешь послушать музыку в эстерной ситуации, когда тебе угрожает опасность? Ты вдруг обратился по адресу, блядь. Эта штука умеет и так делать. Сейчас включу, подожди. А я моши. Что в переводе на русский сейчас будет. Охуедная качалова. Не, ребят, я такие очень штуки люблю. И мультитулы, и всё очень нравится мне. Весь в шрам ухожу. Нет, я, честно сказать, не понимаю. Чего? Можно ли вот себе набрать в этот самый, в рюкзак выживальщика, грубо говоря, мультитулов, чтобы можно было в теории себе построить многоэтажный дом-хрущевку. Рано или поздно. Как примитив-технологиз на ютубе. Если ты захочешь, некий, я понимаю, что всё от твоего желания зависит. Просто ты можешь... Это как в Мейкране. Ты и сейчас можешь, в принципе, понимаешь, но ты же этого не делаешь. У тебя всё для этого есть. Но на острове это жизни необходимо. Придётся. Слушайте, а вы смотрели Last of Us, нет? Нет, да нахуй надо. Я там всё понял. В смысле? Я нихуя не... Я не понимаю вас, ребята. Почему вы не смотрите главный, во-первых, сериал 23-го года? Потому что... Вензди. Вензди. Ну, Вензди... Кал, моё мнение. Ну, такой нормальный Кал. Кал. Я не смотрю, потому что я и не играл в Last of Us. Обязательно посмотри. Катя тоже не играл в Last of Us. И что, зашло? Конечно, зашло. Да там же Педро Паскаль. Педро Паскаль, ты хороший актёр, я согласен с этим, но ты понимаешь, вот эта вот повестка, блядь... Ну, там третья серия, это, конечно, пизда, какой слом происходит. То есть, вот первые две серии сериала ты смотришь, и ты такой, особенно если ты играл в игру, ты такой, ебать, это самая охуенная экранизация, ну, какой-либо игры. Потому что игры чаще всего экранизируют, ну... Ебаненько. Всегда ебаненько, да. То есть, всегда, то есть, вроде как похоже, но вроде как и Кал. То есть, как было с Максом Пэйном, с Морталом Комбатом, без ностальгических воспоминаний фильм, так Кал, блядь. Как было с этим самым Стритфайтером, блядь, Супер Братья Марио, есть просто супер трэшовый фильм. О, но фильм классный. Ты смотрел этот фильм, да, Юля? Динозавры мерзкие, да, я видел этот фильм. А, наверное, в главной роли тоже кто Постола играл, этот чувак рыжий. Так, ладно. А, Постол была экранизация еще? Конечно, вы что, не смотрели? Точно, Уви Бола, да-да-да. Уви Бола, люди тут говно снимают. И, кстати, я вам хочу сказать, это не самый плохой фильм Уви Бола, блядь. Вот это, наверное, один из самых, даже бы сказал, хороших фильмов, которые он снял. Самый плохой фильм Уви Бола, это... Даже фич. Чувака Шваброй. Стоик называется. Ты что, дурак, что ли? Стоик, как раз-таки, лучший фильм Уви Бола. Ты самого советовал. Да, но его стоит один раз посмотреть, удивиться и забыть. Не, не согласен. Ну, короче, не суть. И вот Last of Us, это полное противоположие. Ты спонж первые две серии охуенный. И, блин, актерский состав, пиздат и все. Но, блядь, третья серия просто слом. Просто третья серия про двух мужиков-геев. Так а почему так-то объясни? Вот зачем это нужно было тогда? Зачем? Могу третью серию пропустить вообще? Это, да, это про двух мужиков, не относящихся к сюжету, или там один из них главный герой? Нет, нет, конечно, один из них относится к сюжету, но он по сюжету умер. То есть, грубо говоря, его в сериале не будет больше. Он по сюжету был как бы... Он взаимодействовал с Петро Паскалем по сюжету, вот до того, как он повстречал Элли. Но уже в момент, когда они приходят к нему в дом... Ну, она не спойлеря, блядь, хватит. Так не, я понимаю, да, но в момент, когда уже приходят к нему в дом, то все, как бы его в сюжете не будет уже. И по сути, эта история непонятно зачем показана, я не знаю. И причем, понимаешь, вот вроде как, вроде как они пытались это сделать так, чтобы было не кринжово, но ты смотришь и просто кринж. Ну, не знаю. Просто кринж. Потому что, если была бы точно такая же серия, посвященная отношению мужчины и женщины, это был бы тоже кринж. Потому что, ну, неинтересно смотреть про то, как мужчина и женщина строят 50 минут в этих самых, в декорациях постапокалипсиса отношения. Интересно посмотреть про постапокалипсис, а не про то, как отношения кто-то строит. И не важно, гей ты или... Это постоянная проблема сериалов, которые играют в какую-то интересную тему. Отношения куда-то вставляют. В фантастики, космоса или постапокалипсис, или чего бы то ни было. Раскрываем-раскрываем вселенную, там, полсезона, первый сезон, потом все, отношения. Только отношения. Но, в любом случае, в сериал я вам все равно рекомендую. Я в нем не разочаровался. Хочу посмотреть четвертую серию. Третья серия самая интересная. Но третья серия, да, она просто странная. Она как будто, типа, да вот нам нужно повестку, и нужно эту повестку. А повестка пизда сейчас вообще везде. Вот следующее, про что я хочу говорить про повестку с вами, про Хогвартс, мать его, Леви. А я сейчас быстро скажу. Шицкриг смотрю ситком. Ты, Никита, не смотрел? Хороший, легенький ситком. Нет, не особо старый. Вообще, легко смотрится по 20 минут в серии. Там, короче, семья актеров в прошлом, богатых. Им ими был куплен город. В итоге они разорились, все, что у них осталось, это город, они ничего не умеют, они живут в мотеле в этом городе. Как-то выживать пытаются. Неплохо, приятенько смотрят. А я вам знаешь, что скажу сейчас? Ты, Никита, записываешь экран Дискорда? Нет, она-то. Да, я запишу сейчас свой Дискорд. Ребят, просто покажешь, покажи. Просто, ребятам, как у меня лучше намного выглядит картинка с веб-камеры, чем отсюда. Ты говоришь Хогвартс Легаси. А я тебе говорю, зачем мне его покупать? И заморачиваться, объясню, да, всем ребятам, да, я живу в Шушарах, да. В Шушарах нельзя купить в Хогвартс Легаси. Персональные санкции против района Шушара были применены. Я думаю, персонально в мою квартиру не разрешают покупать Хогвартс Легаси. Я думаю о том, чтобы этот Хогвартс Легаси все-таки как-то купить, ребята. А как? Вариантов много есть. Это и кому-то дать свой пароль от компьютера, чтобы мне Хогвартс Легаси скачали. Просто идиотство какое-то. Я понимаю, как это работает, но выглядит странно. Это можно как бы тебе бесплатно могут его раздать люди с добрых. Так попроси у подписчиков. Да не надо. Ну, слушайте, про Хогвартс Легаси можно говорить в первую очередь. Я думаю, что нужно поговорить не о самой игре. Не о самой игре нужно говорить про Хогвартс Легаси в первую очередь. Нужно говорить вообще в целом, какой сейчас вайп витает вокруг Хогвартс Легаси и что вообще с ним происходит. Вы что-то знаете про это? Вообще ничего. Я ничего не знаю. Я просто до последнего все отомил. Окей, начнем с самого начала. Значит, первое. Во-первых, Хогвартс Легаси отменяют в Твиттере массово. Ну, Твиттер это понятно. Там все отменяют. Потому что Джон Роллинг трансфобка. И сейчас в Твиттере массово отменяют Хогвартс Легаси. Более того, сделали сайт, где вывешивают всех стримеров, которые играют в Хогвартс Легаси. О, ты туда попал? А туда можно попасть? Ну, я не знаю. Я там вряд ли присутствую. Но там, знаете, как вот после 24 февраля был сайт, типа... Ну, там были разные сайты, типа «Достойные люди России», «Предатели России». Более, а помнишь, 18 марта был сайт, там тоже вывешивают лилию. Да, захватит, блядь. И суть в том, что тут то же самое. Там, типа, есть сайт, где написан вот стример какой-то, да? И написано «Играл ли он в Хогвартс Легаси и не играл ли он в Хогвартс Легаси?» «Сколько он времени играл в Хогвартс Легаси?» Ахилляет. Да, понравилась ему игра или не понравилась ему игра. Вроде как написано, типа, кто его девушка. Вот, то есть там прям вот до такой массовой шизы дошло, что вот люди отменяют Хогвартс Легаси. Блин, сайт забанили этот, закрыли. Забанили, забанили. А кто инициатор, понимаешь, что вот этого всего дела? ЛГБТ-активист. Они ебанулись, это же, ну, травля. Понятно, да, да, они травят людей, обычных которых... Они против чего борются, какими способами? Чувак, ну, любые активисты ебнутые уже, как бы, по определению, понимаешь? Ну, да, любая крайняя вещь. Если, как бы, ты дошел до того, что ты там... Сейчас, ребят, у меня батарейка садится. Давай. Бл***ь, пиздец, в каком веке живешь ты, Никит? А есть розетки, нахуй, в каждой или в Турцию в Астет? Розеток, блядь, надо батарейки бегать, заряжать от солнышка. Ай, блядь, ну и странно. Я вот что хотел сказать, жалко, у тебя в фонерике нету зарядника с панелей солнечной. Ой, это такая хуйня для Петербурга, у нас солнца-то, блядь, нет, хуя, как заряжать? Ну да, тоже верно. Ультрафиолет, он есть, конечно, какой-то там процент, но этого недостаточно, это там микро, блядь, заряды. Потому что я в Вольбокерке, нахуй. Да. Да. Значит, это первое. Это отмену, вот, в целом, Hogwarts Legacy, что его отменяют. Но при этом игра бьет все рекорды. Ну это так хуй, да, ты лучше расскажи вот геймплей, как тебе? Ну, эээ... Не, я хочу все послушать, что вокруг Hogwarts Legacy происходит. Продолжай. А я наоборот. Мы потихоньку придем к самой игре, ребята, тут рассказ такой будет. Значит, дальше. Много мемов завязано, я думаю, ну вот этого уж точно слышали, про барменшу, которая есть в одной из игровых локаций. Нихуя я не знаю, ну-ка, что за барменш? Бля, ребята, ну я не знал, что вы не знали. Я вообще ничего не читаю, это последнего хочу сам играть. Короче, в одной, один из персонажей, Hogwarts Legacy, это транс-персона, которая раньше была мужчиной, но вследствие, причем вроде как вследствие хирургической операции, это у многих патерманов вызвало... Хирургическая операция, может быть, в мире, где есть вот трансфигурация, ну вот это, типа можно там менять себе что угодно, будучи волшебником. Вот, но не суть. То есть, что угодно можно. Персонажу, то есть персонаж, он озвучен адекватно, он там ничего не... А сам персонаж, подожди, это бармен или бармен? Кто это, женщина? А вот Антон как-то и считаешь. Интересно. Скажи, давай барменшу. Она себя позиционирует как женщина, но при этом у нее есть кадык, у нее мужской голос. Вот, у нее есть грудь. Надо посмотреть. Введите просто барменша из Хогвартса. И, блядь, это вы... Ну, я озвучил персонажа транс-персона, то есть тоже как бы не просто мужчина какой-то там или там. Именно вот соответствующий максимальный персонаж. О, вижу, вижу. Он появляется... Он появляется настолько... Такой миг, вот такой миг он в сюжете появляется, но вот те как будто его специально вставляют. Он ни на что не влияет. А, понятно. Ну, просто как бы... Ну, и, конечно, в целом наполнение Хогвартса, чтобы вы понимали, оно как бы супер... Не family friendly, а gender friendly. Нет. Rasa friendly. Короче, большая часть учителей Хогвартса, они все либо азиаты, либо всякие африканцы, либо всякие арабы. Ну, игра, ну, игра, ребята. Короче, вы поняли. То есть все учителя Хогвартса, там только, наверное, несколько учителей не являются представителем каких-то нацменьшинств. Это вот профессор Уизли, какая-то дальняя родственница Уизли. И этот Блэк, директор школы, который дальний родственник Сириуса Блэка. И еще несколько. Большая часть учителей, да, из разных. Но я вот, смотрите, я вот понимаю присутствие там, к примеру, арабов. Я представляю... Я понимаю присутствие африканцев, потому что, ну... Это Англия. Да, в принципе, там все колонии Англии набраны, что, конечно, странно. А кого ты вот не понимаешь, ну-ка? Азия. Мне кажется, странным присутствие в игре, потому что, ну... Я понимаю, африканские племена, там есть много завязанных на магии всяких вещей. Там и шаманизм был развит активно, да. Я понимаю наличие арабов, потому что там тоже, опять же, вот все эти Алладины и прочие. То есть на Востоке всегда вот магия, она все-таки присутствовала во всех там художественных произведениях. Но такое количество азиатов, мне оно непонятно, честно сказать. А их прям там много. Там, наверное, две-три. В Японии очень ширная мифологическая культура относительно всяких духов, всяких существ страшных и прочего-прочего-прочего. Ну что, них своих школ, что ли, нету, блядь? Вот именно, как бы в Хогварте позиционируется, что там есть свои школы у всех. То есть там есть вот один из персонажей из Уганды, там вот есть волшебная школа Уга-Уду, из которой они перевели. Блядь, какой бред. А есть русские. Дети депутатов российских, которые за рубежом учатся в Англии в Хогвартсе. Да, у нас тоже своя школа есть, но там как-то вот такая школа, школа-школа. И у них даже магических способностей нету, они просто туда поступили по плату. Как там этих зовут, блядь? Они не маклы, а кто там? Маглы-маглы. Сквибы? Сквибы, да. А кто-таки Сквибы? Ну это те, кто... Сквибов в Гарри Поттере, это кто родился в волшебной семье, но не является магом. Да. Мостой. Да, но вы в Гарри Поттере бы сквибом, отстой. Раз там, алоха-мора, и просто денежку достаешь из кармана. По поводу вообще вот Хогвартса, это тоже важный такой момент. В целом про дух игры. Ну вы все смотрели Гарри Поттера, Юлик, скорее вопрос, я, Антон, ты точно смотрел, да? Да, понятно. Да, смотрел, когда мелко был. Ну вот, да, ну знаете, вот эти разделения, как Тевран, Слизеринцы, Пуффиндуйцы, Гриффиндорцы, там, у каждой ученик должен соответствовать своему факультету, да? То есть там Слизеринцы, они амбициозные, хитрые, и вот такие там Гриффиндорцы благородные, храбрые. А, быстрый вопрос, а ты сам выбираешь... Да, ты сам выбираешь себе факультет. Из-за кого ты? Да, я, я, я играю за Слизеринца. Правильно. Вот, потому что я проходил тест на Гарри Поттере, я думаю, я всю жизнь пуффиндуется, а оказывается, я всю жизнь был Слизеринцем, я просто об этого не знал. Но разницы, да, Антон, нету никакой, потому что весь мир максимально добрый и сахарный вокруг тебя. Вот тебе все, вот это просто удивительно, это РПГ-игра, где тебе все говорят, что вот что бы ты ни сделал, тебе все говорят, какой ты восхитительный. О, Господи, ты так хорошо летаешь на метле, я никогда такого не видел. Ты лучший дуэлян, с которым мне приходилось встречаться. Серьезно? Да, все тебя хвалят, то есть там даже, понимаешь, ты будучи Слизеринцем, ты не можешь как бы кого-то обидеть, кого-то забулить. Ты максимально ко всем добрый, и к пуффиндуйцам, и к октевранцам, и к гриффиндорцам. Вот это прям, блядь, школа, суперсахарная школа, где все добрые, где нету буллинга, где нету никакой дискриминации. Хотя в этом-то и была суть Гарри Поттера, одна из самых главных, что в оригинальном Гарри Поттере все и посвящено этой дискриминации. Что вот как раз-таки, почему Дамблдор, ой, фу, блядь, Воландеморт зло? Почему? Потому что он хочет уничтожить грязнокровок, потому что, ну, это же какая-то аллюзия идет на Гитлера, да? Но в этом Хогвартсе такого нету. Злой только злой гоблин. Все, остальные все добрые. Злой гоблин? Да, злой гоблин это главный злодей игры. А он прям большой-маленький какой он? Маленький гоблин. Ну, вот эти из Гринберса, помнишь, гоблины были? Да, ну нахуй. И вот он держит в страхе весь Хогвартс. Да, вот и он держит весь Хогвартс, он самый злой, а наши герои, они вот такие один герой. То есть, это следующая проблема Хогвартса. Все персонажи, которые вы увидите в Хогвартсе, они вообще не прописаны. То есть, там нету... Во-первых, там никто не шутит. Вообще ни одной шутки нету. Чтоб не обидно было, да? Чтоб не обидно было, а чтоб вообще без шуток. Не обидно, да. То есть, там ругательство, единственное, которое вы можете услышать от персонажей, да, это... Ох, Мерлинова борода! Че это... Даже черт возьми, нет. Даже жертва какая. Мерлиновая борода, меня удивит. А вот, был бы еще до сих пор жив вот этот вот Сизимой Волк и Фаргус, там было бы... Ай, блядь! Мы заубили! Я помню, игра у меня была Третья Волна, называется какая-то про спецназ, там просто вообще, блядь. На каждом, на каждом слове мат, на мат... Звучит как говно какое-то. Похоже, что да. И сколько стоило на пузночках мне, ребята? Пять тысяч рублей. Вот, то есть, у меня основная претензия, это... Накуй, блядь! У меня основная претензия, это к этому сахарному миру, что они из Хогвартса вместо вот... То есть, вот персонажам по сюжету 15 лет, но там нету вообще ничего, там будто все асексуальны. То есть, там нету каких-то отношений, хотя, блин, даже вспомнить в Кубке Огня, им же тоже было по 14 лет, у них все, это подростки, у них гормоны. Они только и думают, блядь, о поцелуях, блядь, о девочках, мальчики, мальчики, девочки о мальчиках, ну вот, грубо говоря, такой хуйни. Тут вообще, вот этого нету. Ни к одному герою нельзя подкатить, ни с кем нельзя. Я просто вспоминаю Буле от Рокстара, где в Буле был квест, где ты помогал физруку из женского общежития трусы воровать и еду приносить. А это даже не РПГ, а там вообще никого заромансить нельзя? Ты никого заромансить нельзя? Так, а смысл тогда игры, вот давай так, вот хорошо, вот я оказался в Хогвартсе, значит, победить Гоблина, я так понимаю, да? Смысл игры, да, победить Гоблина, и чтобы все было хорошо у всех, чтобы они дальше жили, как вот эти пожелания бабушки. Так да, так это будто игра сделана для того, чтобы вот играл ребенок, нет, я, кстати, если бы Маня бы играла в эту игру, я был бы не против, она такая добрая и светлая, что вот для Мани двухлетняя отлично. Но эта игра как будто сделана для того, чтобы внучок играл, бабушка такая, а во что ты там играешь? Вообще-то баба! Хогварт следующее. А может и правда, Никит, знаешь, вот выкинуть оттуда вот это вот все ерунду, да, в башке, что осталось, и дать? Так это хорошая детская игра. Нет, это хорошая, это плохая детская игра, то есть это типа детская игра, но она плохая. Из плюсов, там вот, что можно отметить, это графика и арт-дизайн. Хогвартс просто очень красивый, это одна из самых красивых игр, в которых я играл, то есть первые часов 5-6 вы реально будете ходить и вот смотреть на все подряд, как все хорошо сделано. Как охуенно оформлен Хогвартс, как охуенно оформлен Хогсмитт, как охуенно оформлен поле для Квиддича. И вот это главная претензия. Вы прикиньте, в игре про Гарри Поттера нету Квиддича. Как? Потому что это соревновательная игра. А как они обосновали это по сюжету? Вот как это на самом деле? Потому что они уебично сделали полет на метлах, он дико неудобный, всрато сделан. Но как они обосновали в этой игре? Никита, подожди, я просто попытаюсь предугадать, они наверняка скажут, что типа что-то слишком тестостероновое, там вот с этим связанное, да? Что это вот типа девочки и мальчики, а это как, это так? Ну короче... Нет, ты очень близок к этому, но как в игре объяснили это. Потому что в прошлом году один из учеников травмировался при игре в Квиддич. Есть, а там же вышибалы летают. Я когда это все стримил, мы смотрели фрагменты из Гарри Поттера, из Узника из Кабана, где, чтобы вы понимали, в третьей части, как выглядел Квиддич. Это во второй части он руку сломал, это хуйня. А в третьей части Гарри Поттер летал в шторм, где хуярили молнии, где буквально человек из другой команды полетел слишком высоко, у него ударила молния, он упал, Квиддич не отменили, Гарри Поттер полетел выше, дементеры вокруг него стали летать, высасывать из него, ёпта, душу, но чтобы у кого-то в этот момент возникла мысль. Слишком жестокая игра, давайте отменим Квиддич, да вы чё ебанулись, это же англичане, для них Квиддич, ну, англичане маги, для них Квиддич равно футбол. Скажите англичанину, что футбол слишком жестокий, он скажет, what's up, man, what's up, man, вот сразу начнется эта хуйня. И что, его не предвидится, пока они не починят механику, либо DLC, но вот финальное, что хочешь сказать про Хогвартс, это худшая игра в смысле как Assassin's Creed, понимаете, то есть закрываешь вопросы, второстепенные неинтересные квесты, Огромное поле для вот этих коллекционирований, собери 120 карточек, сделай 100 стук этих, собери 20 этих, собери 30 этих, закрой тысячу вопросов, вот прямо, вот всё, что есть в современном гейминге хуёво там есть, и там есть вышки, как Far Cry. Серьёзно! Да. Где? В Хогвартсе вышки? В Хогвартсе, в Хогвартсе есть вышки. Блядь, ну это вообще, конечно, за 5000 рублей я, честно говоря, другого ожидал. А валюту можно игровую покупать, чтобы бустер для опыта, как в Assassin's Creed? А там нету смысла в опыте никакого, но от какой-то там, вот понимаешь, там вот есть такая... А есть онлайн-то? Онлайн нет, онлайна нет, онлайн и нет. За что 5000-то платится тогда? Просто паразитирование на Гарри Поттере, на имени, что ли? Да, да, но, как говорят, фанатам это очень понравилось. Ну, типа, у меня на стриме... Ну, это как говорят, у меня на стриме фанаты сидели, они говорят, я люблю Гарри Поттера, но это скучный кал. Сделан Хогвартс прикольно, во всём остальном просто говёная игра. То есть это говёная детская игра. Понятно. Если вот... Пиздец. А, слушай, а сюжетка долгая, недолгая? Сколько играть? Конценту там? Сорок часов, если ты там, грубо говоря, там... По сюжету? Сюжетку, да, там какие-то квесты... С заклинаниями, чтобы новые получить. В жопу, понятно, это всё. А почему бессмысленно качаться? Ну, потому что прокачка устроена как в... Не прокачка, а вот вещи какие-то. Как вот вас... Вы играли в Одиссею оба, да, Вить? Да, я понимаю, о чём ты говоришь. Вот меня в Одиссею какая хуйня бесила. Там вот же не нужно искать шмотку. Ты мог на пятом уровне найти шмотку золотую и просто прокачивать её каждый уровень в магазине и не менять её всю игру. И в Хогвартс Легаси то же самое. Там есть возможность прокачать вещь какую-то, которую ты нашёл в течение путешествия. Но какой смысл эту вещь прокачивать, если у тебя следующий уровень и ты уже можешь вещь следующую надеть сильнее? То есть смысл прокачивать вещи и как-то её улучшать нету. Ой, бред какой, блядь. И что? И вот это, получается, была одна из самых ожидаемых игр начала 23-го года, да? Так же, как... Нет, кинокритики... Фу, бля, кинокритики. Критики оценили игру на 93 балла. А игроки? Нет, игроки на 93 балла, критики на 8,1. Но если вы мне доверяете, я могу уверенность заявить, что это либо накрученное говно, либо люди просто тупорылые, блядь, им реально нравятся такие говённые игры. Я не знаю, но людям же нравится Assassin's Creed. Вот мне не нравится Assassin's Creed. Я Assassin's Creed играл вот... Сколько ты в Одиссея наиграл? Вот именно, я в Одиссея наиграл, мне хватит. Мне не интересно играть ни в Истоке, ни в Альгалу, ни в какие другие Assassin's Creed. А, ну у меня так же, да, я в Одиссея наиграл, в Альгалу показалось нескучно, я не стал играть. Тем более у меня в Альгалу залаграло. Я играл на Xbox 360 в Black Flag и всё, в принципе. А больше тебе не надо играть в Assassin's Creed, Антон. Ты вот в Black Flag если поиграл, вот всё то же самое в Одиссея, просто красивее. Красивее графика. Я в Одиссею так запустил на 15 минут, прошёл первый остров этот испытательный, и я понял, всё ясно. Какой 15 минут первый остров? Ты чё, там несколько часов пролок. Так я его не проходил до конца, я говорю, я пробежал, просто я прошёл, буквально прошёл его, понимаешь, он, блядь, поперёк. И выхручил эту игру. Я прошёл игру. Да, да. От точки А до точки В. Это пиздец. Ну, в общем, это всё, что я хотел сказать. Не станет эта игра исторической, да? Нет, не станет, я даже в этом уже тебе не сомневаюсь. Не, Никита, конечно, доверяю тебе в твоём рассказе, потому что я вот думал, вы понимаете, да, столько манипуляций нужно сделать для того, чтобы получить Хогвартса. В итоге потом барман с кадыком мне сказал бы, слушай, Антон, а Тош, Тоша, 5000 рублей, это не жалко тебе было, Тош? А что они продают в этом баре, алкоголь или молоко? Нет, вы что, сливочное пиво, сливочное пиво, это пиво Гарри Поттера. Все ходят с брюхом, блядь, от пива постоянно на диване. Там никто не курит, там никто не пьет. Не курят? Не курят, не пьют. А мы тоже не курим, кстати, заметили. А как развлекается вообще молодёжь в Хогвартс? Есть какие вечеринки там? Учатся. Они находят удовольствие в реализации, да, страсти в обучении. Да, да, вот такое чувство, что они только этим и развлекаются. Ёп твою мать, это вообще просто пиздец. С Хогвартсом тогда закончили? Да, ещё чуть-чуть обоссарил. Не, не, зачем? Есть ещё другие новости всякие разные. Ну ладно. Может у вас, да, есть что-то такое? Юлик, что у тебя? Интернет 800 мегабит в секунду, это главная новость. Радостная для меня. А так, из новостей. Вчера поел котлет, поел кексов, и играл всю ночь в игры. А какие что-то? Seven Days to die. Подожди, ты вот, подожди, расскажи-ка там, что-то какие-то новые игры, ты говоришь, презентовали. Новые игры презентовали, Nintendo Switch провёл конференцию, где показал новые игры на Nintendo Switch. Какие новые игры? Какие новые игры? Зелья новые. Какие зелья новые? Какие зелья новые игры? Новые зелья новые игры. Вот это вот игрокоды. Или Барёв, что новые игры? А я на самом деле не читал даже статью. Я открыл, думал, блин, сейчас интересно будет. Что-то полистал, и думаю, да, пизду, разбираться что-то там. Выйдет Зельда, поиграю. На тебя не похоже, кстати. Да хочу. Ну, будем ждать Atomic Heart. Вот это ожидаемый самый проект. Да, да, посмотрим. А на ВК-плее она будет, да? Она и в Стиме будет. И в Стиме будет? Там же вроде эксклюзивные. Везде будет, я думаю. Вроде как в России она будет в ВК-плее, а во всех остальных странах она будет в Стиме. А есть страница уже Atomic Heart в магазине Стима? В магазине ВК-плее, скорее, ты можешь она идти. Не, должно быть. Но в любом случае, я с радостью поддержу, как бы, рублём разработчика российского. Потому что всё-таки, даже если игра средняя будет, просто, понимаете, Хогуртс Легаси, у меня меньше требований, я буду более субъективен по отношению к отечественному продукту, более буду субъективен, чем Хогуртс Легаси. Всё-таки Хогуртс Легаси игра, которую 6 лет делали. 6 лет? 6 лет, блядь, я делаю. Прямо гранд-проект. Еба. А тут у нас разработчик, и сколько он делает её, то есть... Лучше б кликер за неделю сделали, то больше веселья было бы. Не, ну для нас это проект гигантских размеров. То есть это начиная там компьютер, Xbox, PlayStation, причём 5. Мне нравится, что Atomic Heart отдаёт смесью сталкера, русских стрелялок и Fallout одновременно. И Вольфенштейна, мне кажется, ещё вот нового, которого... Я думаю, там есть ещё немного Far Cry. Может быть. И... Ну, короче, да, там такая солянка. И щепотка Петьки Василия Ивановича в диалогах. И, в принципе, получился Atomic Heart. Но мне чё вот в Atomic Heart немного смущает, я посмотрел там трейлеры именно этих самых кат-сцен. И вот мне озвучка чё-то прям решительно не нравится. Ну, это, видишь, дело вкусовщины. То есть... А какая озвучка была в игре, которую вообще лет 10 делали, как в Киберпанк, блядь? Охуенная была озвучка. Нет. Я с тобой не соглашусь. Вот там единственная проблема... Ладно, хорошо. В целом, озвучка неплохая, но то, что они матерились, такой, блядь, чёрт. Сука, ай, блядь. Ну, смотрились они кривжовы, да. А разу я... Мне кажется, в Киберпанке был мат или я чё-то забыл просто... Он был, был, но он кривжовый был. Он был, но он был такой, типа, ай, блядь. Ну, не, блядь, чё-то он говорит там, сука, ступенька третья. Не к месту был, мать. Не к месту, не к месту. Как-то вот он не подчёркивал, что ли, красное словцо своё, да, матом не украшал. Ну, в этом плане самая лучшая озвучка когда-либо делавшаяся на игру, это, конечно, озвучка Ведьмака. Вот там вот прям видно, что актёры дубляжа наши разошлись на максимум, потому что то, как там филигранно маты озвучены, как там в целом диалоги озвучены, это моё почтение. Я нигде такого не видел. То есть прям видно, что люди получили огромное удовольствие от озвучки этой игры. Потому что порой слушаешь дубляж, который выходит, и вот прям слышишь, что вы, блядь, ну вот по стоку-посколько озвучили. У нас дубляж вообще, я считаю, один из самых лучших. Вот дубляж на высоте. А Никита, можешь тебя спросить? Вот ты сейчас сидишь вот так, чтобы слышать, когда Маня комфорку газу откроет? Ну, в каком-то смысле да, если ты про её рот, то да. Я тебя понял. Я, короче, я же тут вообще думаю, а у меня Маня в последнее время очень сильно барагозит. Барагозит? Очень сильно барагозит. Так она же молодая. То ли ещё будет. Я вот вообще подозреваю, что Маня тролль. Да? Но я имею в виду не в смысле там троллят, а в смысле буквально физический тролль. Что-то мне кажется, такое не надо говорить. Она потом посмотрит, когда подрастёт. Это мои подозрения на данный момент. Я же не говорю, что-то. Я просто недавно услышал у Кадавра, рассказывал на стриме своём про какую-то книгу, сюжет которой таков, что в хорошей семье рождается ребёнок. И ребёнок вот просто-напросто плохой. Ну, то есть, его воспитывали хорошо, ему никаких травм не населёт. А он злодей. Нет, просто да, человек говно родился. Не злодей, а прям человек говно. Просто плохой человек родился. И вот одна из фанатских теорий вокруг этого, что ребёнок на самом деле это и не человек у них родился. А ребёнок родился тролль полноценный. Вот я в последнее время думаю, что Маня тоже тролль. Почему? Что она делает? Ну, во-первых, она стала реально ядовитые щипки делать, как гобзауры люди. Да ладно, а ты кричишь ай-яй-яй-яй. Катя кричит, у Кати-то кожа тонкая и Катя более чувствительная. Ну, ты просто сидишь, Маня подбегает и вот начинает вот так вот щипать и она вот так вот ещё лицо делает такое. Стаскарится и прям видно, как ей весело вот это делать, то есть она довольствие получает. И щипки ядовитые. Как маме больно. Дерётся ногами Просто вот может там, я не знаю Ну вот просто шалость какую-то делает То есть из помойки может начать доставать Ой, жесть Не, ну прикол приколом, да Мне кажется, Никитосу с котей Не до прикола Когда тебя щипают Хату разносят, да Ну слушай, Никита, я думаю, что это возрастное Это исследование мира В общем-то Главное следить, чтобы там кота За задние лапы Так, ребят, значит Следующая новость, да, скажу вам Так, я углубился Опять же в ретро-гейминг Каким образом? Я вчера, даже Ну это вчера был самый апогей Моей шизы вот этой вот игровой Началась она ещё раньше, примерно неделю назад В чём заключается смысл этого всего? Я решил зарядить все свои приставки Карманы, я очень люблю Покет-станции игровые Мне очень нравится всегда, чтобы можно было Так вот присесть, прилечь где-то в дороге Поиграть Значит, зарядил свой PlayStation Vita PlayStation Portable Нинтендо Switch Да, это у меня три основные приставки Которые у меня есть ещё Вот эти вот, которые Нинтендо выпускала с Зельдой Индивидуально, да Вот, и я бы проходил её Ну, а что-то как-то, конечно, это полноценная приставка не назвать Так вот, ребята Я всё-таки, всё-таки Хотел бы иметь Хорошую приставку Которая в кармане бы запускала у меня PlayStation 1 Я понимаю сейчас, многие скажут, что это Vita И PlayStation Portable Они запускают без всяких проблем Я вам скажу так Это да Но хотел бы ещё иметь другие Короче, консоль-эмулятор полноценную Чтоб там было всё Начиная от Nintendo, Game Boy Advance Nintendo 3DS, NES Всё, всё бы было Вот, а Дримкаст Sega меня очень интересует Sega Saturn Очень меня интересует Вот такого характера Что я, ребята, сделал Нашёл игровые приставки Два, оказывается, у нас сейчас Вы имейте в виду сами Два супер, ультра, мега китайских производителя Которые в натуре вышли на рынок в 17-м году И просто друг друга открыто пиздят На Алиэкспрессе Кто лучше сделает Так вот, одна какая-то фирма Anbernic называется А вторая называется Retroid И вот они делают Вот Битва говна и мочи Ну, в хорошем смысле слова, ребят И они такие крутые делают, блядь Приставки Я даже Я вот себе купил вчера А есть показатель? Есть показатель Нет, ещё нет Потому что Приставка Я купил её Она идёт ко мне Она будет только в марте Я из Китая везут её, понимаете И была доставка из России За три дня Я такой Не надо Весите месяц Потому что там по одной штуке оставалось А если они скрыты А если они бракованные какие-то Пусть китайцы Есть ещё вот такая китайская приставка Скину вам в Дискорд Тоже всё подряд запускает Выглядит Симпатичнее Суп этот есть А, так вот Я к чему говорю Пока эта вся херня идёт Ко мне Я потом вам покажу Скажу сразу Что много читал Много смотрел Там и Android И Linux Сразу на этой приставке установлен Много шансов поиграть Во всё современное Но я потом Ребят, знаете, что вспомнил? У меня есть планшет Которым я редко пользуюсь На Android Xiaomi Mi Pad 5 Я его купил Думал, что доллар будет по 800 Купил из жадости его Я такой думал Что у меня ещё нету? Думаю Ладно Нет планшета Пожалуй, все возьму Вот так вот Я вчера установил сюда Я просто хочу похвастаться тем Что я смог настроить Retro Arch Plus Программу такую С помощью которой Я буду играть В PlayStation Portable Вот здесь На ультра крутой графике Так а нахуя тебе играть Вот в PlayStation Portable На эмуляторе, Антон? Если у тебя есть PlayStation Portable Обычный Разреш Нет, я вот сейчас PlayStation Portable Прохожу God of War Опять, да? По новой И Два трона Принц Перси А! Вот о чём я хотел сказать Я хотел попробовать В Chine Town Wars поиграть Кто-нибудь играл в Chine Town Wars? Я играл, да Но не проходил Ты проходил? Невозможно мне играть в Chine Town Wars на PSP Не могу, блядь Фепосов мало, да? Фепосов мало И выглядит не очень Значит, вот, смотришь Что, какая тема у меня Нихера себе Так, да Вот я подрубаю свой геймпад Но это уже не карманная приставка Если ты геймпад, но... Это не карманная приставка Ну, в этом-то и смысл И звались, значит, ребят Какое дело? Ну, допустим, Chine Town Wars, да? Я запускаю Сейчас проходит Всё геймпад Блядь, ребята Так было интересно Быстро загружается Быстро загружается И самое главное Что, какой графон сейчас будет Че это, Town Wars Вот это мне очень понравилось Я буду, пожалуй, в неё играть Ну, то есть... Блядь Подожди, братва Ну, значит, я, во-первых, покажу Что графон Графон-то здесь Отменный Отменный, блядь Понимаете? Да, слушай, выглядит Симпатично Выглядит хорошо И разрешение здесь Выжди, по-моему, я настроил Но только единственное Что не масштабируется текст А так всё Из геймпада игра Блядь, так не тормозит Вот о чём речь Я какие-то эмуляторы Не пробовал использовать Всё, блядь, тормотило Пока говорил Напомнил мне По подписке на Switch Про онлайн-подписки Раньше были игры От NES и с NES То есть ты устанавливаешь Эти эмуляторы На Switch И можешь в старые игры играть И они постоянно пополняются 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 И теперь они добавили Ещё геймбой И ещё какой-то Из своих приставок Поэтому рано или поздно У них обратная совместимость Будет со всеми популярными играми На Switch Ну, мне единственное обидно Что до сих пор Нету толкового эмулятора На PS2 На PS2 нету, правда Да Что вот на PSP Они сделали возможность Эмулировать Игры с PS1 Там прям есть Прямая совместимость А на PS2 до сих пор Никакого эмулятора Открытого нету То есть библиотека Нет, он есть И причём Вот как раз таки На этих приставках Про которые я тебе говорил Карманных На них есть эмуляция PlayStation 2 Чувак, она будет С такими костылями работать И она будет Очень косо-криво реализована Я много смотрел Видосов про эмуляторы Никакие эмуляторы Не смогли в итоге Сделать нормальный Эмулятор PS2 То есть они могут сделать Эмуляторы почти всех Приставок Кроме PS2 К сожалению Поэтому, поэтому Ребята PlayStation 2 Взял Ой, блядь Как интересно Ребята Я вам всем советую Кого нету PlayStation 2 купить Стоит она сейчас Недорого Там от 2500 рублей Даже две можно найти Ой, взял А чё, неужели Ни в тройку Ни в четвёрку Нельзя со второй диспе Вставлять Нельзя Нет Нет Была бы совместимость С тройки с двойкой Вот это был бы другой разговор Так же как у Xbox 360 С Xbox 1 А у четвёрки с тройкой Есть совместимость По-моему нету Но все игры на тройке Главные Они в любом случае Портированы были на четвёртую Именно в новой графике А в пятый так вообще сделали Возможность Все игры Которые у тебя были На PS4 Перенести на PS5 Вот С обновлённой графикой Под PS5 Вот только вот PS2 Считается Самой обделённой Из всех Приставы Которые есть Потому что Никакого эмулятора Не А какие там хиты выходили На PS2 Огромное количество хитов И Dev Jam Fight В Нью-Йорк Все части GTA Оригинальной трилогии Выходило на PS2 Причём на PS2 Выходило то Что выходило ещё На PS Portable Такие как PlayStation Ой GTA Vice City Stories И GTA Никит 3 Которая Как там она Liberty City Stories Да Liberty City Stories Да Тоже выходил На PS2 Так там выходили Очень культовые Ну Killzone Для тех Кто поклонник серии Причём там выходило Много Killzone Вариаций Извините God of War Как так-то На PS2 Много частей Огромное количество Эксклюзивов Вот Ну да ладно Давайте перейдём К теме С Да Да-да-да С Турции Мы как-то вот В подкасте Конечно Помню Обсуждали Про землетрясение Которое случилось У меня разок И я ещё тогда Рассказывал Что Ну как бы Понимаете Я не сталкивался Ещё с последствиями Столь разрушительными Которые может Привести землетрясение Но как бы Я раньше думал То есть Это же знаешь Прикольно Я ощущал Что вот Там чуть-чуть Потряхивает Так необычно Ну вот Помните Ночью Я же ребятам Кидал видосы Вот именно ночью Что тоже Меня потряхивало Сильнее чем обычно Но я не знал Вообще Каким разрушительным Последствием Привело Это потряхивание И конечно Пиздец 20 тысяч Погибших 60 тысяч Раненых Да 60 тысяч Раненых Несколько Десятков тысяч Разрушенных Зданий Бля Ребята На улицах Конечно Отели Вот В Алании Сейчас не сезон Туристический Все отели Были закрыты Всё Сейчас Они все Открылись Сейчас Это всё Гуманитарное Жильё Для тех Кто потерял Дома Вот В самом этом Городе Котором произошло Самое сильное Землетрясение Ад на земле Происходит Настоящий Там действуют Банды мародёров Банды мародёров То есть Грабят Гуманитарную помощь Ищут В развалинах Всякие ценности Туда 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 Отправлена Турецкая Армия Турецкий Спецназ Которые Всё это Дело Подавляют Видосы Турецкий Спецназ Где церемонится С мародёрами Там Нету Такого Что там Сэр Немедленно Остановитесь Видосы Конечно Очень страшные Оттуда Ну и в целом Конечно Прямо Это Огромная Трагедия Которая Произошла Для Турции Я так понимаю, то, что это вообще в целом одно из самых крупных землетрясений за чуть ли не век, который прошел. Да, за последние сто лет самое крупное землетрясение. В таких масштабах. Самое страшное, что в Турции сейчас же идет вообще массовая застройка, потому что очень много людей в последнее время переехало. Они знали, что там сейсмически опасные зоны? Или так давно не было, что даже и подумать не могли, что там может произойти? Ты понимаешь, землетрясение каждый день происходит. Возможно, прямо сейчас идет землетрясение, просто очень слабые магнитуды. Просто такого сильного не было давным-давно. И плюс постройка домов. То есть есть же дома против землетрясений в Японии. Вот этот вопрос хотел я поднять. То есть смотри, Никит, получается большинство жилых застроек обвалились за счет того, что они были не рассчитаны на такое большое землетрясение. Либо в силу того, что они были просто уже старенькие и потеряли свою, как сказать, упругость, которая противостоит землетрясению. Антон, вопрос тут самый простой. Бабки, 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 бабки. То есть делали как дешевле. Да, потому что дом, который против землетрясений, это очень дорогая постройка. И таких домов мало. Даже в Японии таких домов не то, чтобы много. Хотя там тоже часто землетрясения случаются. Но, тем не менее, сейчас задерживают застройщиков очень многих турецких. Вот, может, вы видели новость? Да, да, видел чувака. Пытался недавно сбежать из страны, но его поймали. Вот, сейчас против него будет огромное количество судебных дел. Я уж не знаю, именно почему. Наверное, может быть, было написано в контракте, что он должен выстоять против землетрясений. А по факту... Ну, бля, ребят, южная страна. 10 месяцев в году, этот самый, лето. Тут все дома сделаны из говна и палок. Тут все, как бы, дома не предназначены, там, на холод. Вот, к примеру, вот сейчас у меня на улице где-то в среднем, последний, ну, вот в феврале, где-то 10 градусов на улице. Дома просто адский холод. У нас работают вентиляторы, мы ходим, блядь, в штанах, в носках, в кофтах, потому что очень холодно дома находиться. Потому что дом не предназначен под такую погоду. Но, как бы, 10 месяцев в году супер жара. То есть, как бы, и зачем на эти два месяца тратиться? Но с этими землетрясениями, конечно, непонятно вообще, что делать. Это же тема такая, ты же не можешь даже предугадать землетрясения. Ты можешь отследить, что в этом районе когда-то будет землетрясение. Но ты не можешь сказать точную дату, ты не можешь сказать, где оно будет, вот прям точную цифру. Ну да, да, конечно, дома построить, которые противостояли бы там 8-9 баллам. Вся страна, что из таких состояла, это, конечно, нереально, потому что так дорого. Но самое стрёмное, вот... Может быть, низко... А тут и нету высокой застройки, слушай. Тут застройка-то маленькая везде. Да? Там 5 этажей, это самые высокие здания. Так и строить некуда в другое место, если там сейсмическая зона. Это что, весь город нужно перевозить? Ну, хорошо. А вот какие там всё ты знаешь уже? Меры предосторожности, безопасности, что делать при землетрясении? Ну да, конечно, как бы, какие-то вот основные моменты, но я ещё и тогда их знал. Просто сейчас они расширились, правила эти. Ну, во-первых, вот в целом, когда это произошло, вот я это рассказывал в голосоухах, расскажу вам. Я сидел, то есть 7 утра это было, и я сидел, всё начало трясти, и резко сосед выбежал. Ну, я рассказывал, у меня сосед с ебанцой малость, я тоже воспринял это как ебанцу. Но сосед просто мгновенно выбежал из квартиры, и вот начал мне хуярить, подверить и постучать. Ну, видно, что предупредить, что надо уходить. Вот, и мы с Катей, честно сказать, немножко вот, на Кате очень сильно это повлияло. То есть она прямо немножко, это, теперь параноид. Так вы собрались, вышли или как? Так нет, конечно, мы не придали этому значения, потому что, типа, мы не знали, что вот это может к такому привести. А сосед турок знал, получается? Да-да, но у них с детства. У них с детства, и объясняют, их учат об этом. Ну, то есть там прямо в ОБЖ, если у нас рассказывают, что делать при ядерной войне, что делать, если завод с химикатами рядом взорвали, да, то в Турции на условном ОБЖ объясняют, что делать при землетрясениях. Вот, то есть там это как с молоком матери впитывают. Как бы вот мы как раз-таки ничего с себя кринжуем, что мы не придали серьезного значения событию, которое происходило. А вот сосед именно турок, он понял сразу все, мгновенно. И вот что, блядь, не дай бог, если бы такое случилось ближе к нам, да, что закончиться это могло бы вообще очень трагично. Ну, видишь, нужно теперь все-таки серьезно относиться к каждому таким толчкам, да, как говорится. Не игнорировать, а действительно просто выходить. Ну, конечно, появилось много шизотеорий вокруг всего этого. Это да, но можешь не озвучивать, наверное. Почему? Интересно. Не надо, не надо, это все правда мне, потому что кажется. И ты сейчас попадешь в поле зрения спецслужб, потому что будешь рассказывать тайны государственные. Не надо. И Влад Фридом. Не надо, не надо, блядь. Так, ну, Антон, Антон, не в прямую, но косвенно озвучил одну из теорий, да, действительно, что произошло землетрясение по всем местам, кроме одного, одной точки. Такой. Одной. Такой, блядь. Самый большой и огромный на карте. Везде были, кроме там. А до этого был запущен спутник так, так, хуйня. Что за точка, что за точка, где не было землетрясений? Ну, одна северная страна, Юлий. Большая самая в мире страна, в которой не было землетрясений. Да, вот было. В отличие от всего остального мира. А у нас никогда не было землетрясений? Да есть у нас, Саня, просто в этот раз не было. В этот раз не было, да, вообще. Нигде, абсолютно. Даже в Дагестане, где-то вот в гористой местности. Ну, ладно, это первая шизотеория. Значит, вторая шизотеория. Мне Катя недавно о ней рассказала. Это из-за нефти. Это как? Как это связано? Значит, выкачивают в мире нефть. А нефть это природная смазка. Которая не дает вот этим землетрясениям как бы обрести такую силу, какую оно обрело. Слушай, это... У меня появилась новая теория. Когда мы выкачиваем нефть, мы пьем кровь матери природы. И мать природы нам мстится. Надо медь, надо нефть обратно закачивать в землю. И тогда все будет хорошо. Да, надо с чего угодно закачивать обратно, потому что образуется пустота. Ребята, вы что? Солидол закачайте. Вот вам охуенная смазка. Солидол. Миллионов тонн, блядь, выкачивают каждый день. Да, ну, конечно, тут еще в Турции выборы должны вот-вот состояться. Больно через несколько месяцев. Да, и, конечно, сейчас очень многие ругают Эрдогана, что он не очень корректно среагировал. А как надо было среагировать? Ну, вот, понимаешь, тут всегда надо было как-то вот среагировать лучше. Да, лучше, чем и есть. Но, тем не менее, конечно, все страны сейчас отправили свою помощь. Причем, блин, что интересно, что интересно, пострадал уже не только Турция так катастрофично. Да, Иван тоже очень сильно пострадал. Нет, пострадал очень сильно Сирия. И вот гуманитарную помощь Турцию отправили все страны. А в Сирию? Я видел новость, да, сегодня, что... В Сирию только Россия вроде как отправила. Ни одна европейская страна не отправила гуманитарную помощь в Сирию. А почему? Ну, потому что это не особо друзья их. Европейские. Это не европейских партнеров. А мирных гражданей-то тут при чем? А вот. А вот, да, и думали. Надо было санкции еще въебать под это землетрясение. Так так и сделали, я думаю. Да, ужас, нахуй. Короче, да, ебать. Ужас. Ну, конечно, ничего не изменится. Я не думаю, что будут строить лучше дома. Я думаю, что сейчас все побомбят, побомбят, побомбят. И все вернется на круги своя. Я думаю, сейчас там выйдет какой-нибудь... Лет через сто снова выйдут. Все будут хвататься за голову о том, что как же так получилось. Да, да, да. Сейчас Никонин, топ-менеджер, расскажет такой. Ну все. Фу, блядь. Теперь еще сто лет можно строить. С ковной палок, ребята. Слава богу. Местность переехать, где землетрясений меньше, их еще вообще нет. Во всей Турции землетрясение происходит. Нет, во всей Турции землетрясение это раз происходит. Во-вторых, мне тоже писали, что типа ты не думал, что надо это. Ну, опасно сейчас, опасно. Хотя я не понимаю, тут землетрясение уже было. Ну, вообще, да. Два раза в молнии же нет. Оно уже случилось. И сейчас, конечно, в новостях постоянно новости. Так что, а его теперь почему-то не должно быть опять, что ли? Понимаешь, такое сильное оно было сто лет назад, последний раз. Ну, блядь, Никит, понимаешь, как бы... Ты смотрел фильм «Война миров Z» вообще, или нет? Где молния била один и тот же раз, а на самом деле это оказалось, что это не молния, нихуя, а инопланетяне спускались, блядь, в машины. Сейчас, конечно, в новостях, знаете, вот СМИ, конечно, любят, вот, особенно муссировать, сейчас в новостях постоянно говорят, произошло новое землетрясение в 5 баллов. Вот, и это, ну, да, можно, это небезопасно, 5 баллов землетрясения, но они происходят каждый день, землетрясения в 5 баллов. А безопасные, безопасные баллы, это вот сколько, которые каждый день у тебя происходят, реально? 3 балла где-то. Так ты можешь каждый день писать новости в своем телеграмме? В теории, да. Нет, ну... Но нет, но сейчас, конечно, я вот эти землетрясения, они, конечно же, чувствуются, даже 3-4 бальные, но в самую малость, и, конечно, сейчас у меня просто ебать, ребят, когда это случается, у меня дыхание перехватывает, вот когда я лежу, и вот просто внезапно начинается вот это. Блин. Слушай, Никит, а есть какие-нибудь специальные приборы у тебя домашнего пользования? Да, есть, нет, есть приложения, которые оповещают о землетрясениях. Ну, а какой в них смысл, если они оповещают о землетрясениях? Ну, то есть, ты либо его чувствуешь в момент, когда оно случается, то есть оно не заранее тебе сообщает, что землетрясение, как бы, сейчас случится, оно тебя... Есть же очумелые ручки, можно же самому сделать прибор для того, чтобы распознавать... Ну, так заранее все равно ничего не скажет. Нет, скажи, скажи, там совсем маленькое, которое ты даже сам не почувствуешь своим телом, оно тебе покажет все равно. Нет, так есть приложение на айфоне. Да не приложение, надо сделать, надо стакан-ложку подвесить, чтобы она перенчала, когда... Кошку, кошку завести. Если кошка начинает паниковать, значит, нужно бежать. Слушай, это странно, в Турции огромное количество котов. И они вообще не паниковали, да? Так это и появилось. Брал каждый по кошке, потому что кошки паникуют, когда землетрясение. А потом вот они просто стали поводиться, размножаться. Ну, кстати, я вот насчет землетрясения, знаете, над чем подумал? Что в целом землетрясение, вот катастрофичное землетрясение, во многом же оно еще связано с прогрессом, который сейчас в мире есть. Из-за того, что люди плотненько живут. Да, плотно люди живут, делают высокие застройки, делают сложные конструкции какие-то. Вот если там... И что? Ну, смотри, 300 лет назад, 400 лет назад у всех двухэтажные дома, там, одноэтажные, дай бог, халупы. И ты думаешь, что все эти дома сильно давят по тектоническому плиту, блядь, а она начинает сломаться? Нет, нет. А что, а в чём? Когда случается землетрясение, эти дома более... Да, последствия? Последствия более катастрофические случаются. В следствии. То есть, там, 400-500 лет назад у тебя одноэтажная халупа, и начинается землетрясение, а ты как бы выходишь из неё, и всё. И все равно это халупы, и у тебя ничего не упадёт. Я думаю, не было 400-500 лет назад мародёров, потому что из халупы-то нечего было выносить. Никто там плазму не найдёт, или карточки не найдёт. Не, ну мародёров было полным-полно, я думаю, что в то время ещё больше, чем сейчас. Ну, начнём с того, что в то время, как бы, и люди гигантами были, геликанами. То есть, от двух метров. То есть, для них, допустим, те же 7 баллов были, как для... Как для Никиты 3. У нас 3, да? 3, 2. Просто культурный слой нанёс землю, и все вот эти большие этажи, где жили гиганты, они все засыпаны землю. Справедливости ради, 500 лет назад люди были гораздо ниже нынешних людей. Ниже? Конечно. На вроде 10 или 15 сантиметров в среднем человек был ниже. Или, как сказали бы мужчины, на 21 сантиметр ниже. Так, а почему такие низкие люди были? За чего? Еда? Плохая еда, мало белков, не растея. Да, была же хуйня, что сравнивали... Ну вот, есть же Северная и Южная Корея. Это же всё одна страна. Это один народ, который жил там столетиями под одной эгидой. Ну это только Киму не говори это. Так нет, так считает и Северная и Южная Корея до сих пор. Что и мы один народ. Нет, это правда, это одна страна, да, но только... Больше Северная. Больше Северная всё-таки она в целом. А Южная считает, что больше Южная, да. Ну там... Да, там вот это... Ну не суть. Там же в Северной Корее был голод в 90-х годах, если не ошибаюсь. Прям очень сильный голод. Да. Вот, и люди потребляли очень мало белка в этот момент. И современный северокореец ниже среднего и южнокорейца. Ну это разумно, да? Там до 25 лет у тебя зона роста закрывается. У тебя, по-моему, 25-30 последние эти хрящи твердеют, или что-то такое. Если ты всё это время плохо питаешься, у тебя ни гормонов, ничего, из чего бы организм мог строиться. А потом ты расти не будешь, даже если будет еда вкусная. То есть выше ты не станешь. Ну, слава богу, есть аппараты Элизаров. Я тоже хотел сказать. Может, за полгода тебя на 5 сантиметров дёрнуть, но он лучше. Ну, я недавно смотрел видос чувака, который рассказывал про средства для увеличения пениса. Типа он попробовал много средств на себе. Ой, там столько техник есть. Значит, есть вообще техника подвешивать к хую себе груз. Ой, ужас какой. Да. Они проще займить. По-моему, это просто растягивать крайнюю плоти. Какая-то методика. Не-не, там рано. Ну, нет, есть специальные приборы, которые увеличивают. Вот помните, как в Остине Пауэрсе был насос для увеличения пениса? Да это всё хуйня же. Нет, нет, рабочая тема, брат. Вот именно вот эта штука, как у Остина Пауэрса, только более обновлённая. А что там в смысле? Блядь! Я такую штуку могу знать, что у меня компрессор есть, которым я Ниву украсил. Прикинь! У тебя лох вам. Если его в обратную сторону погнать, чтобы он всад... Ебать! Я там, ребята, накачаюсь так. Там любую колбу ставь. Всё заполнить. Трёхлитровую. Ты банку вставляешь. Ты просто врубишь, у тебя три литра крови туда уйдёт, ты сознание потеряешь, забудешь выключить. Надо сидеть, да. А лучше лёжа. И всё. Сегодня был найден блогер в Санкт-Петербурге на окраине города в своём гараже. Трагическая ситуация произошла с Антоном Бласовым. Уже там соседи такие целый день тарахтела и не знаем, что это. И этот самый... Мы только успели выключить свет, когда ему свет только тогда. И никого не слышно уже было. И там уже собаки заходят, менты. И я в синий лежу. Но хер! Там прям под квадратиками замазано, да, но там прямо видно, что, ну... Тубус взял. Солидно, да, какой-то вот для этого... А1 как будто чертёж. Такой тубус большой. Господа, ну такой интересный подкаст получился, насыщенный довольно-таки. Встретимся, дорогие друзья, через неделю-через две. Подписывайтесь на канал. А, подождите, стойте, я вам покажу, чем я порезался. Это самое интересное. Да, вот это-то-то. Это новый... Это новый тактический фонарик тоже от фирмы Xiaomi Next Tool. Ты фонариком порезался? Смысл? Да, но это потому, что много функций. Смотрите, какая тема. Вот так он выглядит, как ручка с зажимчиком. Можно его куда-нибудь... Включаем. Про остроту лезвия дискуссии не ведём, как вы понимаете уже. Да-да. Так, и два режима фонаря заряжаются через Type-C. И здесь же, с обратной стороны, можно достать вот этот вот... Полит перевинтованный. Вот этот острейший ножик. Вот он, острейший нож. И, если вдруг что, есть ещё компактный... Антон, а он достаточно острый, чтобы побриться им. Ножнички. Вот сможешь ты сбрить немножко бороды этим лезвиями? Конечно, смогу. Но я сейчас не буду пробовать, Юрик, я знаю... Антон, я думаю, что следующий фонарь, который ты должен купить, в нём должны быть дополнительные пластыри. Да, всякий случай. Кстати, хорошая тема. Да, обязательно. Я к следующему балдёжному подкасту, слушайте, подготовлю аптечку хорошую. Я вам покажу, как должна выглядеть настоящая аптечка выживающего, ребят. Отлично. Ну, на этом всё, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал Юлика, подписывайтесь на канал Антона. Спасибо, спасибо. Если хотите, подпишитесь на мой канал, вашего верного слуги, который организует эти балдёжные подкасты специально для вас. Ставьте лайки под этим роликом. Всем спасибо за просмотр, ребята. Всем пока. Во! До свидания, дорогие друзья. Всем пока.